ДИАЛОГ СТУДИО ДИАЛОГ СТУДИО ДИАЛОГ СТУДИО ДИАЛОГ СТУДИО ДИАЛОГ СТУДИО ДИАЛОГ СТУДИО находятся эти семьи. Когда дети видят, мы приносим вот эти продуктовые наборы, и когда мы смотрим, как дети смотрят на шоколад, и мы понимаем, что они его давно не были. И для нас было удивление и шоком в первый раз. А сейчас их все больше и больше и больше. Причем по причине того, что мы даем информацию о себе, все больше и больше семьи, нуждающиеся семьи обращаются за помощью. Что у людей не то, что там нет чего-то такого, что у людей иногда элементарно. Проблема с тем, что поесть дома. Вы сейчас говорите какие-то такие вещи, которые, может быть, немного странно звучат, да? Для нас, да? Но мы же знаем, что у нас социальное государство, и в принципе есть целые службы управления, которые занимаются решением именно этих проблем. Этого не происходит? Нам непонятно, почему это не происходит. Во многом возможно где-то вот эта вот аморфность и безграмотность самих родителей, которые... Потому что я сам знаю по себе, вот мне нужно было прооперировать моего ребенка по полюсу, и чтобы мне его прооперировали так, как я хочу и где я хочу, мне пришлось очень сильно сражаться. Мне пришлось везде писать, мне пришлось пробиваться через все вот эти... И мы сделали это. А там иногда приходишь, они... Люди, они смирились со своей ситуацией, и они просто где-то не знают, где-то... Хотя многие из них из официальных списков, где-то не пытаются добиться. То есть для нас... Непонятно, почему они... Почему они действительно испытывают такую нужду. Вот одна из... Одна из семей, мы пришли, и там я не видел много лет тараканов. А там они нам сказали, вы следите за своей обувью, потому что если она останется слишком долго, они туда залезут. Они там везде. И они говорят, у нас весь дом. Ну вот это так. Наша следующая задача с Олегом. Мы хотим добиться, чтобы... Чтобы каким-то образом обратить внимание, чтобы в этом доме этих тараканов не стало. Потому что, мне кажется, насколько я знаю, в наше время это не настолько дорого и не настолько проблематично, чтобы очистить дом. Но просто там... Там просто ужасно. И там живут дети. Там смотришь, там по коридорам бегают дети. Да? Родители... Родители этих детей, они сделали какие-то свои ошибки. Они сделали что-то неправильно. нам задают много вопросов. Чего понарожали? Почему такие? Но дети уже есть. Дети уже есть. И они сейчас вынуждены... Что делать? Они вынуждены платить своим будущим. Платить своим будущим за ошибки своих родителей. И нам бы хотелось... Не просто... Мы, конечно же, рассчитываем, что наши ресурсы и наши возможности будут возрастать. Нам не просто прийти и принести им вот эти какие-то продукты, а в целом поднять эти семьи на другой уровень, помочь им, дать им какие-то возможности через спорт, через социальные проекты, иметь возможность где-то там с кеми-то... Не знаю там... С администрацией, через трудоустройство, через образование, через медицину. То есть... То есть... Планы... Планы... Планы большие. Сил бы реализовать их. Олег, вот исходя из сказанного Денисом, то есть это же говорит... Вот ситуация, которую он привел, это говорит о таком неблагополучном состоянии, вот в конкретно взятой семье мы сейчас не будем называть ни фамилии, ни имен, да? Но... А вот в подобных ситуациях нет опасений, что вынос вот таких проблем в публичную плоскость обернется для этой семьи ну, как крайняя мера изъятием детей из этой семьи. Такое вообще возможно? И, ну, это же, наверное, не самый благоприятный вариант. В принципе, да, теоретически это возможно. Вы не боитесь этого? Мы всячески эти вопросы... По ним мы консультируемся, естественно, то есть прежде чем выкладывать фотографии или видео из той или иной семьи, мы советуемся с юристами, с сотрудниками администрации, то есть действительно, чтобы не навредить. В любом случае я верю, и вот практика народного патруля показала, что пока проблему по телевизору, грубо говоря, не покажешь, то ее решать и не будут. То есть в наше время телевидение и СМИ это очень серьезное оружие, и мы им вот на практике народного патруля научились пользоваться, и будем продолжать это же делать вот в сторону благотворительности. Конечно, эти вопросы мы регулируем, да, мы задумываемся об этом, естественно. Еще один вопрос. Самая частая, видимо, мера помощи из того объема информации, которую я увидел в вашей группе в социальных сетях, это продуктовые наборы. Что это за продуктовые наборы, как вы их собираете и как вы определяете, главное, кому они должны быть предназначены, для кого? Семьи, то есть у Дениса есть список, он распределяет эти продуктовые наборы по списку, сам фильтрует их и всегда принимает правильные решения, как мы поняли уже. Продукты, ну, из себя представляют самые необходимые, то есть крупы, консервы, продукты, которые не скоропортящиеся, макароны, то есть то, что вот необходимо в первую очередь, скажем так, то, что позволит прокормить семью там, ну, многодетную дня на 4, на 5 уж точно, да, следующие продуктовые корзины. В среднем стоимость корзины примерно 2-2,5 тысячи рублей, достаточно больших два пакета получается на семью, и вот в неделю у нас получается собирать примерно 10-15 тысяч, там люди помогают, спонсоры, кто-то сам скидывается через друзей, там кто-то узнает о нашей там, сейчас мы сами складываем, ну, конечно, было бы здорово, если помогали. Ну, вот в целом такой продуктовый набор. Денис, в рамках проекта вам удалось установить в одном из жилых домов, подъездах, да, пандус для маломобильного человека. Скажите об этой истории, как вы о ней узнали, как долго решали эту проблему? Ну, вот про пандус, скорее всего, это вот Олег более подробно можно сказать. Это не наша заслуга, это не мы установили этот пандус, пандус установил Александр Тосунов со своей супругой, они увидели новость об этом парнишке, инвалиде, который живет на втором этаже вместе с матерью, и у них проблемы постоянно с выходом на улицу. Они сами подсуетились, то есть, за свой счет установили пандус, а к нам Александр обратился, ко мне написал в контакт, просто для того, чтобы осветить это мероприятие. То есть, это просто сургутянин, которому стала небезразличная судьба этого человека. Отличный поступок, мне кажется. Но тогда к мультикам не так давно состоялся первый подобный опыт для вас, да? Это показ мультфильма для детей, причем, я так понимаю, для всех, не только из категории малообеспеченных, но и, в принципе, для всех, кто пожелает. Так ли это? Ну, и расскажите об этом проекте. Да, это был первый наш опыт, как уже говорил, у нас одна из наших задач это культурная работа с семьями. И начали мы с показа вот этого бесплатного мультфильма. Изначально проект пронировался как для детей, только наших детей, только из неблагополучных семей. Но начали по причине того, что интернет, все в него смотрят, начали проситься туда люди и просто. И мы начали принимать всех. И в этом мы увидели, что, скажем, такое провидение, что это правильно получилось. Почему? Потому что мы увидели, что образовывается пропасть между этими детьми и нашими, что оно полезно для других, чтобы наши дети среди вот этих детей, они понимали, что они точно такие же члены общества, ничем не хуже, чем те. и чтобы те на них учились смотреть тоже как на людей своего же, так скажем, уровня. Потому что эти смотрят приниженно, те смотрят свысока, мы это заметили. И совместное проведение подобных адцев, оно уберет предрассудки у родителей у тех же, у них же сразу же что-то. Если эти дети бедные, неблагополучные, то обязательно какие-нибудь заразные, наркоманы, психи, что-нибудь там сделают плохое. Но мы вот с ними ходим, а с маленькими мы с ними обнимаемся, и все, ничем еще не заразились у нас у самих дети. То есть преодолеть вот этот предрассудок. А ваши дети пошли на мультики? А мой как раз был на операции, когда вот я вот рассказывал, что мне самому приходилось прибираться, а так мы своих детей туда же будем общаться с этими детьми, потому что мы хотим им дать почувствовать, что мы хотим поднять их самооценку самое главное. Потому что даже, ну просто дать денег это же не выход. Это не выход. А мы хотим действительно поднять их самооценку. Мы хотим помочь им заниматься спортом, мы хотим вводить их в театры, хотим вводить их в кино, там еще множество культурных программ, которые родители, там, их родители где-то не могут, где-то не хотят, что-то еще. То есть это, ну чтобы у ребенка был вот этот вот праздник. Чтобы у ребенка был праздник. И чтобы он увидел, а самое главное, чтобы он увидел, что и город вообще увидел. Когда спрашивают, помните, есть такой старый советский мультик, они друг другу передавали букет или корзинку или корзинку с ягодами. А за что? А почему? Да не почему, просто так. Потому что, я уже говорил сегодня в начале, у нас внутри должно быть вот это вот, должно быть, что мы кому-то просто так хотим помочь, что мы кого-то просто так хотим поддержать, что нас очень часто устраивает, что вот мы живем и у нас все хорошо, но у нас буквально в соседнем подъезде, вот у нас есть знакомые, и мы приезжаем к ним в соседнем подъезде, мы говорим, вот живет такая семья, и там у них 5-7 детей, и они, вы знаете, они там нуждаются, у них нету зимних вещей, у них нету еды, у них нет ничего они говорят, а мы не знаем, и нас в принципе особо это не интересует, почему мы много об этом говорим, нам тоже очень часто ставят в укор, почему везде говорите, везде пишите, на все телевидение залезли, прославиться хотите, нет, мы хотим, чтобы общество обратило внимание, чтобы общество стало немножечко добрее и немножечко лучше, понятно, мы не утописты, и мы не верим, что мы спасем мир, как бы, но хотя бы кого-то, как можно больших, насколько сможем, мы попытаемся это сделать. Для того, чтобы, ну, идея-то не утопить, ну, конечно, утопия это один момент, да, но нужны же все-таки средства для этого, без них не получится спасти ни одного, наверное, или помочь никому, да, я знаю, вы вкладываете действительно свои средства, я так понимаю, что эти средства там, это не тысяча рублей, исходя из этого, у меня два вопроса, кто вам помогает, вы частично ответили на этот вопрос, и второе, зачем вам это, почему вы тратите свои деньги, ну, вот, на эту, на эту идею, это, ну, действительно, такая идейная работа, больше. Ну, помогают люди, знакомые, то есть, каких-то организаций, каких-то, там, олигархов мы еще не привлекли к себе, все это обычные люди, наши знакомые, чаще всего, которые видят, что мы делаем, они начинают доверять нам со временем, и понимают, что действительно деньги уходят не нам в карман, а на помощь этим семьям. Ну, мне сложно ответить, зачем я это делаю, я иногда сам себе не могу ответить честно, зачем я это делаю, ну, какой-то вот порыв там, то есть, я сейчас в глубоком минусе, скажем так, я не успеваю ничем заниматься, кроме как игрой возрождения, то есть, деньги у меня не получается зарабатывать, но, тем не менее, я верю, что эта работа, она даст свои плоды в любом случае, то есть, может быть, не в денежном эквиваленте, но то, что я вложил, я в любом случае заберу, и, в принципе, я доволен, как бы, не в деньгах счастья, как бы, и когда есть возможность помочь другим людям, многим людям, я думаю, что это дорогого стоит, как бы, я не заморачиваюсь насчет денег. Вы отказываете себе в чем-то из-за своей вот этой общественной нагрузки? Я отказываю себе в личном времени, это точно, в деньгах, ну, наверное, это было бы преувеличением сказать, что там, в чем-то отказываю, я не голодаю, я не хожу в обносках, как бы, ну, вещи себе не покупаю уже очень давно, и, как бы, ну, так на покушать, как бы, мне много особо и не надо. Можно еще по этому вопросу немножечко добавить, потому что, как бы, непосредственно, очень, очень тяжелый вопрос, а нужды растут. Вот, буквально перед вами, вот мы сюда ехали, уже, и люди просят. Сейчас еще появилось много маленьких людей, маленьких детей, и, наверное, вопросы памперсов, вопросы молочных смесей, которые должны выдаваться. Почему-то я не понимаю, людей не могут получить молочные смеси. И то, что действительно, иногда приходится, мы, как вы говорите, почему это делаете, наши близкие иногда не очень понимают, особенно дальние близкие, потому что, действительно, иногда приходится просто забрать и отдавать от себя что-то. Потому что, вот на эту неделю у нас, у нас, по идее, вот смотрите, у нас четверг, пятница мы развозим, среда у нас есть, у нас день, когда мы едем, закупаемся. И на эту неделю, у нас на сегодняшний момент еще до сих пор, там, скажем, мы не набрали нужной суммы, чтобы ехать, чтобы ехать и разбираться. И то есть, и вот сейчас вот мы отсюда выйдем и начнем обзванивать всех наших знакомых, смотреть, что у нас там еще где припрятано в наших копилках. Поэтому вопрос действительно, вопрос действительно, действительно сложный, но как бы, ну а как иначе? Ну а как иначе? Как мы можем привлечь людей к благотворительности, не занимаясь ей сами? Мы не можем людей смотивировать, если мы сами не отдадим. То есть, если мы просим людей отдать, но мы должны как минимум в два раза больше отдавать, чем мы просим. То есть, тут само собой разумеющееся, почему мы это делаем. Последнее, наверное, есть уникальная возможность сейчас попытаться найти своих сторонников. То есть, если кто-то смотрит нас и принимает вашу точку зрения, как ему найти вас, как помочь вашей организации или вступить в нее? Вступить очень просто, связаться с нами по телефону, там найти нас можно в группу компанию, игра возрождения. Просто позвонить и все. Всегда не хватает, всегда не хватает людей. Иногда проблема даже просто, смотрите, например, просто взять и развести эти продукты. Во-первых, очень хотелось бы, чтобы люди, которые участвуют материально, съездили и посмотрели. Почему? Потому что вопрос, почему, отпадает, когда вот есть у нас одна семья, Тимофей, это маленький мальчик, у которого куча диагнозов страшных всяких разных. Они живут там в 10 квадратных метрах среди тараканов. И, по большому счету, у него шансов на нормальную жизнь нету. Потому что его семья не может его вытянуть. Там нужно им заняться. И когда приезжаешь и смотришь в его глаза, вопрос, почему я это делаю, отпадает. Отпадает даже, когда я вижу, когда я вижу вот этого маленького мальчика. И таких маленьких мальчиков нету. Когда мы приезжаем в семьи, и мы видим, что там одна мама, и у нее четверо детей. Один уже сидит за наркотики, второй уже вот-вот сядет за наркотики. И еще два маленьких, которые следующие. Отец там тоже на этой, и то есть на всю семью. Еще есть два маленьких, которых на сегодняшний день еще можно вытянуть и перенаправить в другую. С теми сложнее. Им тоже есть там, с ними тоже есть там программы работы. Но вот этих два маленьких, не пустить их вот это, чтобы вот вся эта семья не превратилась в семью наркоманов, преступников и действительно социальное дно общества. Вы делаете большую работу. Спасибо вам за это отдельное. Это была программа «Диалог». В студии сегодня были куратор проекта «Рука помощи» Денис Шмыков и волонтер, и учредитель общественной организации «Игра возрождения» Олег Избаш. Программа «Диалог» подошла к своему концу. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова